С друзьями, с родными, безграничная порядочность, его человечность, его отзывчивость всегда-всегда служила людям примером. Тем людям, которые понимали порядочность, чистоту, он всегда был образцом для друзей, для своих близких. Это был вернейший-вернейший помощник. Друзья мои, близкие, родные, одна из постоянных константов человеческого – это память. Я всех прошу вас, чтобы наша память надолго-надолго сохранила этого прекрасного человека. И жил честно, бескорыстно, и каждый, кто его знал, это докажет. Он не строил себе параллельные дома, особняки. Он все вкладывал здесь, отдавал душу. И все, кто его близко знал, об этом знают. У него не было второго дна, и он искренне всем говорил правду. То, что думает о человеке, то и говорил. И я еще как-то шутил. Мансур, я говорю, ты знаешь, я взял твою фразу и говорю теперь во многих местах. Человеку надо при жизни говорить, кто он. Если он хороший человек, надо говорить хороший человек. Если он подлец, он говорит подлец. Это была любимая фраза. Человек должен знать, кто он в жизни, а не после смерти. И я говорил, Мансур, спасибо тебе за то, за твою искренность. И я тебе при жизни говорю, что ты хороший человек. Хорошо жил, красиво жил, бескомпромиссно жил, боролся. И так трагически оборвалась его жизнь. Мы о тебе, Мансур, дорогой, будем помнить всегда. Ты редкой души человек. Редкой души. Душа человека около трех дней летает где-то рядом. С третьего по седьмой день ей показывают ужасы красоты рая. С седьмого по сороковой день ей показывают ужасы ада. А на сороковой день уже ее определяют куда, в ад или в рай. И не зря делаются поминки в эти дни. Седьмой, сороковой день. Я прошу вас, вспоминайте этого человека, молитесь за него. Субтитры создавал DimaTorzok